Спасибо большое. Я вас еще раз с подушкой поздравляю. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Не ревнуешься, я целую, я сейчас. Шутовы принимают поздравления от губернатора Валерия Шанцева. Молодая семья, передовики рождаемости не только в масштабах региона, но и страны. 18 февраля впервые за 12 лет в Нижегородской области родились четверняшки. Такой демографический подарок в правительстве оценили и в долгу не остались. Многодетному семейству в ответ вручают ключи от семиместной газели и сертификат на жилье. Благодарна очень Валерию Павлиновичу за такие подарки. Мы очень рады, что у нас теперь будет на чем деток можно возить, потому что места нужно много. И дом теперь будет расширяться. Будем покупать дом, который позволит нам большой такой семьей жить. Коля, Настя, Катя и Вика. Малыши родились раньше срока, но, к счастью, сейчас их здоровью ничто не угрожает. Некоторые временно вырожденные находились под наблюдением в шестом роддоме, где и проходили роды. У Виктории было меньше всего шансов появиться на свет. Поэтому родители в выборе имени не сомневались. Победа. А вот самого слабенького Коленьку назвали в честь святого Николая Чудотворца. По прогнозам врачей детской областной больницы, через недельку-две мама с малышами выпишут домой в урень. Они набирают примерно в среднем 60-70 граммов в сутки. Это очень хороший показатель, это очень оптимистичный показатель. Поэтому это еще одно основание думать нам, что все будет хорошо. Современные технологии в нижегородских роддомах и больницах сегодня позволяют обеспечить условия для развития недоношенных новорожденных с критически низкой массой тела – 500 граммов. Трехуровневая система здравоохранения, формирование которой по поручению губернатора должно быть завершено в 2015 году, уже доказала свою эффективность. Мы то, что делали в течение нескольких лет по родовспоможению, создавали эту трехуровневую систему, первичная помощь, специальная помощь и высокотехнологическая помощь, это все сработало. Семья-то и сама мамочка, они из уреня, и попали они сразу на самый высокий уровень, высокотехнологичный. Я поставил задачу к ноябрю 2015 года закончить формирование этой системы. К тому времени будет уже введен в эксплуатацию Дзержинский перинатальный центр. Он так будет иметь функции областного, там довольно-таки серьезное оборудование. Вообще этот центр серьезный. Кроме этого будет работать 13, уже работает 13 межрайонных перинатальных центров. И в этом году откроем еще 14-й в Сергаче. В Нижегородской области на 1 феврале 2015 года зарегистрировано более 17 тысяч многодетных семей. Для них на региональном уровне действует 24 пособия. А вот семейству Шутовых за демографический подвиг полагается несколько дополнительных бонусов. Помимо новенького авто и большого дома, их ждет еще и медицинское обслуживание от детской областной больницы. Всех деток до 18 лет будут наблюдать лучшие специалисты региона. Елена Фролова, Владимир Гайдай, Объективно, ННТВ.